ни один лечь мимо такой вот приманки не проходит пока наживляли опарыши у нас раскрутилась кормушка она уже не перекрученная ничего набиваем ее кормом тут же происходит поклевка не успел я положить фидер на крючке очень хорошая рыба опять пользуюсь силой течением уходит вниз я ее постепенно все-таки выкачиваю приемы все одинаковые удилищем выкачиваю катушкой подматываю излишек лески под берегом ослабляем фрикцион вот рыба сделал рыбок но она спокойно сняла у меня столько лески с фрикциона сколько надо поэтому не сошла ничего с ней страшного не произошло не надо поднимать ее к поверхности давать ей там воздух глотать крупный речной лещ может воздух глотать пять раз и при этом совершенно не устать лучше гораздо спокойно там маленький подлещик у нас лучше гораздо спокойно дать ему походить он устанет когда почувствуете что рыба уже начала сдаваться спокойно ее наведете на подсачек и подсачек поднимите вот так вот она оказывается в подсачке вот мы поймали очередного замечательного среднего подлещика с помощью современной донной снасти такой как фидер теперь мы отправляем его в садок время отведенной на рыбалку подошло к концу давайте подведем итоги нашей рыбалки нам удалось сделать все что мы запланировали сначала мы подлавливали некрупную мелкую рыбу дальше мы с помощью прикормки и правильной ее подачи и подачи то именно прикормки какой нужно сумели поставить на прикормленную точку крупную рыбу удержать ее достаточно долго чтобы наловить много хорошей крупной рыбы в лове у нас крупный лещ крупный ясь и такие средние подлещики лещи от 700 грамм до полутора килограмм весом в том числе есть несколько бонусных рыб крупный ясь и два крупных хороших леща значит давайте начнем с мелкой рыбы посмотрим что нам удалось поймать по мелкой рыбе вот у нас специальный садок для мелкой рыбы поймали мы мелкой рыбы немного ну это объяснимо потому что как только подошла хорошая крупная рыба она сразу мелкую вытеснила с прикормленное место и вот все что нам удалось поймать из мелкой рыбы давайте ее все отпустим обратно мелкую рыбу мы выпускаем обратно водоем она у нас резво расплывается по своим делам подлещиком традиционно надо немножко продышаться и дальше они точно также уходят теперь переходим к самому интересному крупной рыбе сейчас попробуем вынуть из воды нашу крупную рыбу не уверен что у меня у одного это получится сделать потому что поймали мы ее немало над вдвоем и так подведем итоги по крупной рыбе мы наловили более 50 хороших крупных экземпляров рыб в лове лещ ясь вот часть рыбы я высыпал ведро еще примерно столько же рыбы у меня осталось садки рыба вот живая сейчас я ее пойду выпускать конечно же если вы ловите столько рыбы всю рыбу забирать не имеет ни малейшего смысла и тем самым наносить непоправимый вред и урон природе естественно при таком подходе не только нашим с вами детям но и нам самим очень скоро нечего будет ловить мы поймали очень много хорошей крупной рыбы получили много удовольствия давайте вернем рыбу обратно в водоем если при таком вылове мы будем забирать всю рыбу которую ловим рыбу в наших водоемах не останется уже очень и очень скоро поэтому когда нас так щедро одарила матушка природа таким уловом богатым мы должны сказать свое ответное слово и отпустить рыбу обратно и такую красоту он красавец есть также отправляется обратно мы уже отпустили четырех самых крупных рыб вы это видели сейчас будем еще выпускать рыбу какой великолепный есть нам попался живет мы еще возможно поймаем когда-нибудь рыбу которая от него произошла то же самое можно сказать вот про этого великолепного вещь еще иногда надо немножко продышаться пока он немножко был на воздухе у нас нахватался кислорода сегодня мы показали практическую часть ловли крупной рыбы фидером с применением плетеного шнура более подробно ознакомиться с теоретической частью фидерной ловли в виде статей а также посмотреть фотоотчет о реальных рыбалках вы можете на сайте salapin.ru интересующие вас вопросы вы можете задать на форуме сайта